Здравствуйте, дорогие читатели! Маймаксанская библиотека номер 6 имени Георгия Алексеевича Скребицкого предлагает книжный обзор «Звезда иронического детектива». Немногие знают, что настоящее имя коренной москвички Дарьи Данцовой Агриппина. Она росла в творческой среде. Ее мать была режиссером, а отец писателем. Каждое лето они проводили в излюбленном месте литераторов в поселке Переделкино. Именно там Данцова познакомилась с Корнем Чуковским и другими известными авторами. Однако окунуться в мир литературы ее не заставили ни детство, ни диплом журналиста, ни влияние отца. Серьезно заболев, Дарья начала писать детективы. Свои самые яркие романы она создала в наиболее тяжелые для себя времена. Главная героиня работ Данцовой похожа на писательницу, а сами произведения пронизаны оптимизмом. На данный момент Дарья Данцова выпустила более 180 иронических детективов и получила более 10 престижных наград. Невероятная продуктивность автора даже была отмечена в книге рекордов Гиннесса. Книга «Бриллиант мутной воды». Никогда не сдавайся. По этому принципу живет богатая бизнес-леди Элеонора, прикованная к инвалидному креслу. Иван Подушкин, ее личный секретарь, тоже вынужден следовать этому лозунгу. Все бы ничего, но Нора вообразила себя великой сыщицей, и Иван гоняет по городу, закинув язык на плечо, выполняя ее поручения. Дело в том, что с Нориной подругой Сони произошло несчастье. Ее обвинили в жестоком убийстве невесты сына. И все свидетельствует против нее. Она арестована, но Нора не верит, что интеллигентная Соня может обидеть даже муху. Иван мечется по знакомым убитой и сам не замечает, как выходит на убийцу, который уже приговорил незадачливого сыщика. Скелет из пробирки. Катастрофа. Я Виола Тараканова в панике. В издательстве ждут мой новый детективный роман. А муза, очевидно, от жары вскрылась в неизвестном направлении. Хоть убейте, нет сюжета. Но кто и ищет, тот всегда найдет. Купив в магазине раритетный комодик, я обнаружила в нем письмо с воплем о помощи. Некая Люба сообщала, что ее медленно убивают. Она даже указала свой адрес. Но я опоздала. Мать Любы сказала, что та умерла два месяца назад от астмы. Зацепиться не за что. Но только не мне, бывалой детективщице и жене мента. Я начала распутывать дело этой странной семьи, где старики самозабвенно занимаются наукой, а молодые мрут, словно мухи. Вот и сюжет. Для нового забойного объектива потихонечку вырисовывается. Книга «Фиговый листочек от кутюр». Только я и Лампия Романова с детьми и животными переехала на дачу, как она развалилась. Виноват в этом оказался сосед Глеб Лукич. Он построил свой особняк слишком близко от нашей дачи. Ее фундамент не выдержал. Мы переехали жить в дом гостеприимного соседа. Кирка и Лиза подружились с дочерью хозяина и его молодой женой. Все они обожали розыгрыши и приколы, чем изрядно трепали нервы другим обитателям дома. И вот случился самый невероятный прикол. Кто-то ночью застрелил Глеба Лукича. Ужас! Мы в одном доме с убийцей. И, конечно же, именно мне предстоит вычислить затаившегося гада. Кто я такая? Этот вопрос, как назойливая муха, жужжит в голове. Ее подобрала на шоссе шикарная поп-дива Глафира и привезла к себе домой. Что с ней случилось? Она хоть убей, не помнит как, не помнит ни своего, ни имени, ни адреса. На новом месте ей рассказали, что ее зовут Таня. В недалеком прошлом она была домработницей. Потом сбежала из дурдома, где сидела за убийство хозяина. Но этого просто не может быть. Она и мухи не обидит. А далее началось и вовсе странное. А что же произошло дальше, вы узнаете из книги «Камин для Снегурочки». За всеми зайцами. Невероятные события просто падают на голову симпатичной преподавательницы французского языка Даши Васильевой. Стоило поехать отдыхать? Как пожалуйста. Чуть ли не на ее глазах убивает короля зубной пасты. Полиция готова закрыть дело за не менее мулик. Однако Даши хочется разобраться во всем до конца. Но это нелегко. Оказывается, смерти магната хотели все. Жена, дочерь, зять. Неизвестные злоумышленники вовсю пытаются помешать Даши, убивая свидетелей. Но она решает не сдаваться и расставить в этой запутанной истории все точки над «и». Книга «Бассейн с крокодилами». Даша Васильева очнулась в горящей комнате. На софере рядом с ней лежал обнаженный мужчина. Вплетевшись, она поняла, что это ее шеф Ингарь Марков. Он был мертв. Чтобы доказать свою непричастность к смерти Маркова, Даша должна найти подлинных убийц. Пытаясь замести следы, они убирают всех, кто мог бы их разоблачить. Под угрозой вся Дашина семья. Но убийцы еще не знают, что их противник не хрупкая и беззащитная женщина, а опытный частный детектив, за плечами которой ни одно распутанное дело. Веселое празднование Нового года внезапно завершается трагедией. При странных обстоятельствах умирает хозяйка дома. Родственники погибшей спешат замять преступление. Тогда подруга убитой, Даша Васильева, затевает собственное расследование. Одна за другой отпадают версии. Так кто же преступник? Свекровь? Муж? Лучшие друзья? Или непонятно, откуда появившаяся сестра? Единственное, в чем твердо уверена Даша, убийца где-то рядом. Кто же убийца? Вы узнаете из книги «Дама с коготками». Книга «Крутые наследнички». Бывают же на свете чудеса. Наташа, бывшая скромная лаборантка, оказывается хозяйка богатейшего имения под Париже. Ее муж, погибший в автокатастрофе, оставил после себя колоссальное наследство. И, разумеется, над лакомой добычей начинают кружить хищники. Тут и подозрительный дамский угодник Алан, и не менее подозрительная некая Андре и Жаклин, бесшабашная дочь разбогатевшей русской эмигрантки. Трудно уцелеть, вставить их акул. Но Наташа не намерена сдаваться. Тем более, и лучшая подруга Даша готова разделить с ней все опасности этой нешуточной схватки. Дарья Донцова является народным автором на сто процентов. Общенациональное, повсеместное признание ее творчества обусловлено метким попаданием десятку литературных интересов и вкусов миллионов читателей. Персонажи ее детектива – живые, симпатичные люди с говорящими именами и фамилиями, распутывают хитросплетение таинственных преступлений, крепко привязывая внимание читателей. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok